да вот как вы сейчас смотрите из этого аватара как сознание или как человек то конечно знаете такая штука мы на ретритах когда носоматки 10-дневные 20-дневные только ты сознание ты действительно так вот на какой-то момент очищаешься и достаточно и все куда там делась это сознание ты уже опять человек вот эти тенденции ума они конечно сильно вот это мая там запах только может жареный картош или еще чего-нибудь да там парфюм какой-нибудь да вообще запахи они очень быстро проникают и развивают наше воображение в память мы можем говорить можем говорить опять уже как просто слушатели и это так вот заметно усыпляет речь визуально вот мы смотрим картинки и вообще все а вы попробуйте во время наших встреч особенно потому что ну если не здесь то еще где тогда здесь то уж точно различать себя сознание и аватара как временно потому что если вы здесь сидите и слушаете как аватар то уж наверное на улице то уж подавно там ходите как аватар только как аватары это все конечно навыки такие и это все подлежит тренировке вы точно так же как мы очень долгое время учились управлять этим аватаром а теперь мы даже не думаем момента пробуждения нам вообще уже больше не надо беспокоиться об этом аватаре потому что после пробуждения мы же идем в полную сдачу как вот это я мы полностью доверяемся воле атмана а мы полностью уже освоили этот аватар и в принципе нам особо ничего не надо думать ведь и мы должны пройти вот эти человеческие этапы потребности мы должны преодолеть уровень выживания вот так не бывает что вы находитесь на уровне выживания выживания и тут вы как бы вроде с просветления просветлению приходит зрелая личность эти личности она должна созреть пережить различные опыты принять эти опыты поэтому мы говорим с вами о том что эти эмоции которыми мы встречаемся ежедневно зрелая личность она уже что делает она не отвергает страх она не отвергает гнев она не отвергает ни одной из эмоций она ничего не отвергает и сначала предшествует этому Поэтому такая работа, вот эта дуальная работа, психологическая работа, работа вот этих отношений. И когда приходит в этом зрелость, то это приблизительно совпадает с моментом, когда происходит пробуждение и просветление сознания. Это как бы оно так вот получается. Если мы идём честно по этому пути, то этот путь нас должен прежде всего сделать зрелыми. Путь пробуждения — честный путь. Когда мы как сознание и до пробуждения, мы отождествлены с «я», и после пробуждения мы по-прежнему отождествлены с «я». Что происходит после пробуждения вот с этим «я»? После пробуждения, когда сознание осознало то, что оно вообще-то бессмертно, раньше же оно называло себя «я», 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 вот эта Личность, да, ум, и всё время было вот с подоплёкой какого-то страха. А тут, когда вспышка вот этого пробуждения, так «я» же бессмертно. А чего тогда вот этого всё делать, то, что делает вот это «я», зачем? Это сразу вроде как шелуха ненужная отпадает. Для чего это всё? Вот это «я», оно при этом по-прежнему, вернее, не «я», а вот это сознание пробуждённое, то, что обнаружило себя, оно-то по-прежнему в теле и с телом, и с этим «я». Но вот смотрите, раньше этим «я» было омрачённое сознание, этим «я» всегда было сознание, потому что здесь ничего жилого, кроме сознания, нет. «Я» — это иллюзия, «я» — это ум, ум пустотен, там нет ничего, а вот эта пустота и есть сознание. Когда мы омрачённые, как сознание, мы вот это «я», да, «я», «мне», «меня», но это тоже сознание, только омрачённое, не помнящее себя. Когда мы пробудились, мы всё тоже сознание, которое было омрачённым, и всё тоже вот это «я». И после пробуждения, просветления, хоть мы и говорим, что когда пробуждаемся, мы действительно понимаем, что мы это не тело, но всё равно мы ходим в кафе или куда-то, вот эта социальная жизнь, особенно те, кто живут в социуме и пробуждаются, мы всё равно должны использовать это местоимение, и мы используем, и мы делаем что-то, потому что всё равно должны кушать. Вот эта взаимосвязь с «я» по-прежнему остаётся у этого сознания, но только теперь сознание, когда говорит «я» мне, то оно ясно различает, что вот это «я», про которое оно говорит, как «я», это и есть иллюзорная часть меня, меня сознания в данный момент. Всё-таки мудрецы, они пришли к тому, что всё, что здесь происходит, реально и нереально одновременно, в одно и то же самое время. Реально оно, потому что оно произошло от реального, нереально, потому что это всё исчезает. Всё реально, только одно мгновение, момент. Из этого «я» по-прежнему продолжает говорить сознание, но теперь сознание пробуждённое, различающее, что «я» — это иллюзия, но никуда не деться, мы по-прежнему в этом сне, сон продолжается, никуда от него не деться, мы это принимаем, сон продолжается, сознание по-прежнему отрезано, но у него теперь просто есть знание ещё, что это происходит нечто сноподобное, То есть эта реальность тоже вся иллюзивная. И единственным реальным, настоящим, является как раз-таки вот это сознание, которое пробудилось, которое вспомнило свою природу. Вот так вот у меня Знания раскрылись. Потому что я рассказывал, что после пробуждения, встречи со Шри Багаватом, это было в 2012 году, после переживания опыта умирания, смерти, я оказался на Тибете, и вот с мастером я осваивал вот это осознанное сновидение. На самом деле, к этому, естественно, приходишь, когда пробуждается сознание, что реальность вот этого «я» и вот этого мира, она же как сменяющийся на экране телевизора фильм постоянно. Времени же нету, получается, нету комнаты, куда складируется прошлое. Время идёт, а куда всё это исчезает? А это вот как во сне, потому что во сне мы там видим замки, дворцы и так далее. Но после того, как мы просыпаемся, там же нет вот этого всего барахла или ценности. Ничего нету, всё исчезло. И вот точно так же и здесь, почему сно подобное? Точно так же здесь, когда сознание пробуждается, оно начинает понимать, что это длящийся сон, и персонаж, которым оно называет тебя, это тоже то, что ему снится. Персонаж — это то, что ему снится точно так же, как и всё остальное. Но что такое сон? Сон — это непрерывно длящаяся, изменяемая, исчезающая. Но на экране всегда есть какая-то последняя картинка. Вот как сейчас, пока сон длится, всегда какая-то картинка сменяемая, всегда, 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 всегда сменяемая. Последняя картинка — сон продолжает длиться. Здесь происходит очень такое изменение отношений. Раньше персонаж, вот это омрачённое сознание, считало себя настоящим субъектом, отделённым и реально имеющим свою свободу воли и действующим так, как я хочу. Но вот после пробуждения, когда происходит пробуждение сознания, то сознание видит, что вот этот персонаж, который сейчас говорит, — это снящаяся в данный момент точно так же, как и всё остальное, снящийся объект сна. Только вот этот объект сна — это аватар, через который мы как бы приходим в этот сон и познаём этот сон. С этим аватаром мы связаны, потому что если исчезает этот аватар, то сон этот тоже исчезает. Но вот ещё что появляется, потому что пробуждённое сознание начинает видеть, что сам по себе этот аватар не существует. Этот сон вообще творится атманом, сам по себе аватар. И это многомерное строение человека. Мы видели уже давно, что вот это физическое тело и даже ум, оно где-то вот три последних тела. А всё начинается с атманического. И вот атман, в общем-то, всё творит. И просто это иллюзия, это иллюзия, оптическая иллюзия, что этот персонаж, как бы я, я, я — это сознание, которое омрачённое было и считало себя этим я. Но после пробуждения это сознание просветлилось. Оно и было сознанием, но оно различило, что это сознание есть реальность, а персонажем-то оно никогда не было. Потому что, смотрите, по условиям игры, как появился этот персонаж. Для того, чтобы появился персонаж, сознание омрачилось. И первое, оно забыло, кто я, а потом отождествилось с этим я. Сначала оно забыло, кто оно есть на самом деле, а потом отождествилось. Когда сознание пробуждается, то тогда оно вспоминает, кто оно, и начинает различать, что вот это я, сознание этим я-то никогда и не являлось. Вот здесь вот, конечно, даже после пробуждения это сложно сдаваться, потому что такая привычка считать себя вот этим я, вот этим мне, что это мне вкусненько, и вот что это мне там больно. Здесь на втором этапе, на первом этапе мы должны разотождествиться с этим персонажем, и ну его надо утекать в это сознание. Там, в общем, спокойно, хорошо и так далее. Но на втором этапе мы возвращаемся. Возвращаемся. Горы — это опять горы. То есть никакого бунта, никакого ухода из этого мира. Всё, мы принимаем всё таким, как есть. Потому что это всё иллюзия и реальность одновременно. Здесь вот происходит действительно полное измерение, потому что вы уже больше не убегаете в какие-то специальные резервации, в Индию или ещё куда-нибудь. Вам нету разницы, потому что вы сознание, вы едино, и всё, что происходит и в Индии, и не в Индии, всё это иллюзия. Этот мир, он иллюзорен. Просто происходит такое развлечение, происходит вот эта сдача. И вот это всё накопленное, то, что вот это обращённое сознание, как «я отвергала», оно, конечно, нахлынет, когда вы будете подтверждать, так сказать, свою квалификацию пробуждённости в этом мире, потому что там кто-то будет гавкать, кто-то будет на вашу больную мозоль наступать и так далее. И вот здесь сдача состоит в том, чтобы не идти в эти защиты, переживать вот эти эмоции, печали, страха, гнева, потому что многие подавляли гнев раньше, радости, потому что многие запрещали радоваться себе, тревоги, потому что тоже многие запрещали. И вот происходит такая реконструкция. По сути, это получается, что вы как будто бы тогда, когда вы учитесь управлять аватаром из омрачения, а теперь у вас потребуется какое-то время, чтобы научиться управлять этим аватаром из пробуждённого сознания, потому что это совершенно несколько другой образ, это вообще способ жизни пробуждённого сознания. Чувство вины навсегда должно уйти у пробуждённого сознания. Пробуждённое сознание видит, что этот персонаж, который делает, ему снится, он им не является, он ему снится. Но вот бывает так. Вот я вам сказал, я совершил ошибку. Мы же сказали, что сознание никогда не теряло связь с этим телом, то есть оно всегда было отождествено. Поэтому, когда я говорю «я» теперь, после пробуждения, то я понимаю, что «я» сознание видело момент, когда этот персонаж, снящийся мне, совершил такое действие. Но потому что «я» сознание по-прежнему с ним отождествено, и мы в системе социальной, мы по-прежнему используем это местоимение «я», и мы связаны с этим «я», связаны с этим телом, и оно нас уже не беспокоит. Но «я» и «я», в общем. И ничего страшного, я потому что всё равно себя этим не считаю. Да, просто так принято, но, смотрите, пробуждение, наверное, в очень редких случаях бывает такое, что вы вот раз и навсегда. Всё равно будут такие моменты, когда вам действительно кажется, что это сделала «я». И вот тогда чувство вины появится. У омрачённого сознания, отождественного с этим «я», у него же есть ощущение, что он делатель. И, соответственно, если он, конечно, вот дуальное мышление у этого, дуальный мир у этого «я», если он совершает какие-то хорошие дела, и он виновник, он себя хвалит, но если он совершил, и что-то произошло не так, как хотелось бы этого, как ожидалось, то виновником, получается, является он, тот, кто делал. И тогда возникает совершенно закон и чувство вины. И, знаете, вся реальность говорит, да, да, ты виноват. И когда мы пробуждаемся, мы видим, что на самом деле, даже если нам очень сильно кажется, что это делаю я, но мы должны с вами чётко понимать, что это «я» иллюзия. Роль этого «я» играет сознание. «Я» появляется только благодаря тому, что сознание, когда начиналась игра, забывшись, отождествилось с ним. Без сознания «я» не бывает, оно невозможно. «Я» — это иллюзия, этого нет. На самом деле, реальным является сознание, а вот это «я», оно полностью управляется и творится вот этим атманическим телом. Вот отсюда всё идёт, вот отсюда появляется будхиально, а потом событийное тело. И как часть событийного тела — это человек. Может быть, давайте мы перейдём к таким уже мощным вещам. Сегодня пятый, у нас шестой и седьмой день. Как раз мы сейчас близко к вершине уже. Давайте попробуем наблюдать за вот этим «я», за вот этим «аватаром», за вот этим персонажем, как за тем, кто не является делателем. Мы, во-первых, должны понимать, что это не «я». Здесь нужен опыт. Вот эти медитации и вот это вот как бы пробуждение нужно различать. А кто «я»? «Я» — сознание. И здесь, конечно, нужен опыт. Знаете, чёткой такой береговой линии, когда всё это начнёт у вас получаться в реальности, как пробуждение, да, и осознанное сновидение. Нету. Осознанно сновидеть я стал очень давно, но глубоко это знание пришло спустя много лет. Я думаю, что оно спустя много лет пришло, потому что оно постепенно начиналось, копилось и так далее. Поэтому сейчас, особенно если вот у тех, у кого вот есть это чувство вины, чувство вины, значит, вы не сдаётесь. Вы не сдаётесь «атману». Вы только говорите, что я там доверяю, доверяю. То, что произошло, это сделал так «атман». Тут с Аханом никто не может спорить. Как с ним спорить? Кто с ним может спорить? Здесь только творит всё «атман». И то, что произошло, и то, что вы думали, что это сделали вы, как «я». Но теперь мы знаем, что «я», оно ничего вообще из себя не представляет, потому что «я» только существует в цепке с сознанием. Сознание, да, а сознание уже бесформенное, да, сознание — это и есть «атман». По сути, получается, что то, что совершается, это совершается «атманом». Попробуйте, может быть, у вас получится увидеть, что этот персонаж, точно так же, как и всё остальное, вам снится, вам сознанию снится. А снится каким образом? Времени же нету, а момент всё время меняется, всё время меняется. И вы вспомните, как в ночном сне. В ночном сне вы тоже, времени нету, но всё постоянно меняется. Все объекты, субъекты, картинки, всё постоянно меняется. Вроде движение есть, но момент один и тот, момент один и тот же, вот он момент висит. Всё вроде меняется, но это и есть сон. Как раз вы выходите из дуальности оценки, чувство «я» оценивает, плохо или хорошо. Когда у вас что-то случается так, что вы считаете, что вот это ошибка ваша и чувство вины, послушайте, это вы же в игре, вот давайте вот сейчас, да, вы в игре, вы в игре, и здесь такая игра, что вы в дуальном мире, вы не можете всё время быть в профите, чтобы у вас всегда была эта гармония. У вас обязательно для профилактики что-нибудь отберут, для профилактики, чтобы сильно не прилипали, потому что здесь невозможна привязанность, и поэтому сознание немножко контролирует. Да, ты хороший, ты всё правильно делаешь, но кружечку у тебя этому сегодня разобьём. Так, по мелочам. Здесь мы тебя, ну там, по мелочи обманем. Не на миллион, ну хотя бы на две тысячи, или на три тысячи, да, ты их потеряешь где-нибудь, да, или неумно как-то их потратили, глупо. Либо тебя обсчитают. Понимаете, это всё равно произойдёт, этот минус всё равно произойдёт, но вы просто всегда понимаете, что ой, хорошо, что так сделали. Потому что всегда это мелочь, вот когда мы замечаем, что, ну это мелочь по сравнению с тем, что вокруг происходит. Понимаете, психосоматика, она реагирует. Я, вот у него же история, она уже живёт этим. Умом-то можно как по себе говорить, да, чёрт с ним вот так вот махнуть рукой. А психосоматика сработает глубокая вот эта привязанность. Не идти вот в обвинении себя и вот чтобы только так, как я хочу. Но следующий момент это видеть, что прямо сейчас эту ситуацию кто сотворил? Даже то, что вы потеряли, даже то, что вы неумно поступили, даже то, что, допустим, вы сейчас купили, а потом цены упали, снизились, да, в несколько раз. Но кто это сделал? Это сделал Атман. Это сыграл, так вот, через этого персонажа, Атман. И вы сознание просто это наблюдаете, вы сознание наблюдаете это. Здесь вот в этом сдача, сдача вот этого омрачённого сознания не вставляет свои пять копеек и корректировать эту реальность, потому что тоже корректируется всё с подачи вот этого сознания, но омрачённого. А просветлённое сознание, оно пребывает в бессмертности, в единстве. У него появляется вот эта свобода. Свобода, абсолютное доверие Атману, действительно, наблюдение этой реальности не так, как я хотела бы или с точки зрения страха, безопасности, избегания одиночества. А оно теперь смотрит, если омрачённое сознание смотрит это происходящее именно с точки зрения безопасности, с точки зрения вот этих страхов, то просветлённое сознание смотрит на всё это как на божественное творение. Всё, что происходит, это божественное творение. Да, вот так вот. Это, знаете, как пьеса, спектакль. Вы когда-нибудь видели, чтобы в спектакле, он идёт полтора часа, допустим, и все актёры все полтора часа просто хохотали. У них не было ни слёз, и все были одинаково одеты, и все были одинаковые. Там же динамика идёт. За счёт этой динамики и интересно вот эта пьеса. Посмотреть, как божество творит вот этот сон, вот эту иллюзию. И не вмешиваясь, дать возможность высвободиться вот этой энергии, заложенной вот в этого аватара. Потому что мы пришли через этого аватара, и аватар рассказывает нам вот эту историю всю. У него заложена там семечка, потенция, оно должно разрядиться всё. Когда происходит пробуждение, просветление, сознание теперь, потому что из него должны выпадать все события, самые разные произойти события, сознание не вмешивается, и тем самым проживает эта история, и вот эта игра заканчивается, потому что сознание полностью пробуждается. Полностью пробуждение выводит из иллюзии. Тогда возникает во время перехода вот эта дармакая, как буддисты говорят, сознание остаётся в этом чистом свете. Игра как бы заканчивается, сознание возвращается к себе, к своей истинной природе и остаётся. И иллюзии его больше не беспокоят. Но для этого вот этот аватар, он должен полностью опустошиться. То есть через него должны выйти все события, все чувства. Сознание должно быть уже такой незатрагиваемости, что оно ни к чему не спротивляется, а оно же всё проходит, и любое чувство начавшей заканчивается, и опустошается вот эта потенция, из-за которой мы находимся вот в этом мире, и как бы смотрим этот спектакль, эту непрекращающуюся киноленту. Когда мы достигаем вот такой пробуждённости, то вот этот фильм, он потенциально исчерпывается, и сон заканчивается, сознание пробуждается. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ